Всем привет! С вами снова Ольга Чернова и снова пойдет разговор о петунии, но теперь уже о поливе. Если раньше, когда они были у нас вот в таких контейнерах, я всегда говорила, что самое важное это вот парниковый эффект. Нужно, чтобы было влажно, их опрыскивать. Но теперь, когда они уже вот в таком возрасте, опрыскивать их опасно, потому что, если, например, я сверху начинаю брызгать, они будут падать. Особенно вот такие маленькие, их нужно поливать с особой осторожностью. Я сейчас покажу, как поливаю я. Методов, способов полива очень много, каждый использует свой. Иногда я поливаю их с ложечки. Вот так раз. Стараюсь, конечно, на сеянец не лить, а на близлежащую землю все равно оно все промокнет. Главное, чтобы их не свалить. Можно поливать, я уже говорила, методом шприцевания. В этот же шприц с обрезанным вот этим концом, которым я сеяла, подставляете вот сюда, опять же, не на сеянец, а рядом вот этот круг. И выпускаете жидкость. Все. Это вот полив должен быть очень бережный, очень нежный. Можно, конечно, еще и прыскать по-прежнему, как мы раньше опрыскивали. Но опрыскивать нужно только вот землю, которая находится рядом, но никак не сеянец. Она туда постепенно, вода все равно скатится к сеянцу, потому что там углубление. Но на него брызгать я не советую, потому что если вы его собьете, он может переломиться. Все-таки ножка у него еще очень тонкая. Вот это у меня сеянцы распекированные в фазе двух семидолей. Они, конечно, листики немного укрупнились, но третьего листа еще нет, они совсем маленькие. Всю воду для полива я всегда использую только розовый раствор марганцовки. Видите, какой светло-светло-розовый, еле заметный. Хоть впрыскалку, хоть вот ложечкой, когда тоже светло-розовый, хоть шприцем. Некоторые поливают грушей резиновой, которая называется как спринцовка, что ли. Ну вот такая вот резиновая в аптеке груша, ей тоже очень удобно. В нее набирают, а потом выдавливают вот в каждую вот эту ячеечку, выдавливают. Также пассивы, которые у меня остались от пикировки, они тоже укрупнились и поднялись немножко. Их страшно вот так вот уже сверху прыскать. Если начинаешь сверху, они могут упасть. Я тоже стараюсь опрыскивать землю, на которой нет сеянцев. И вот так она равномерно сама все равно впитается и разойдется по всем этим. Ну, в пеленках я еще просто так пыльскую, они еще маленькие. Очень удобно поливать посевы вот такие дорожками. Тут можно прямо из большой поилочки, хоть из чего, вот эти междурядья увлажняем. Туда оно само дойдет. Все. Главное, полив должен быть щадящим, очень нежным. Не сбивайте с ног растения маленькие вот эти. И теперь самое важное вот на этом этапе не пересушить грунт, не засушить питуньи. Земля должна быть всегда влажной. Если у вас очень жарко в квартире, можно поливать даже два раза в день, утром и вечером. Она должна быть увлажненной, но не переувлажненной. Потому что влажный грунт до сих пор допускать еще нельзя. Грунт должен быть средней влажности. Видите, подсыхает верхний слой. Капните немножко с ложечки или со шприца, чтобы земля была влажная. Если засохнет хотя бы, посидит она в сухой земле хотя бы одни сутки, растение это погибнет. У него еще корневая система очень маленькая, листьев мало совсем. Оно сейчас очень-очень ранимое, очень нежное. Поливайте правильно. И через неделю вы его уже не узнаете. Оно будет взрослое, с толстеньким, настоящим, лохматым листиком. И тогда уже будет вам проще поливать. Можно будет, я поливаю иногда прям сверху излейки, всю кассету. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это о бережном поливе петунии.